Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Конечно, с точки зрения медицины управляет телом головной мозг, однако с духовной точки зрения правителем является сердце. Но даже если брать в расчет физиологию, то, согласно исследованиям ученых, сердце – это сложный самоорганизующийся центр обработки информации со своим собственным функциональным мозгом. Сердце – это не просто насос, но оно действует так, как будто оно имеет собственный разум и может сама любить, ненавидеть или стремиться к чему-либо. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, указывал на сердце, говоря, что воистину в теле человека есть кусок плоти. Если он здоров, то будет здоровым и все тело, а если он порочен, то будет порочным и все тело. Воистину это сердце. В то же время в священном Коране слово сердце упоминается 132 раза. То есть Всевышний Аллах в Коране указал 132 раза на сердце, побуждая мусульманина обратить на это пристальное внимание и заниматься им. В Коране есть ссора Зумар, где Аллах говорит, что люди, которые в отношении ислама раскрывают свои именно сердца, они благие, а те, которые закрывают свои сердца в отношении ислама, религии, богобоязненности, Аллах этих людей проклял. То есть Аллах сказал, что сердца этих людей черствые и Аллах их проклял. Поэтому, уважаемый Джамагат, мы должны понимать, что в чем бывает причина того, что у человека сердце становится черствым, жестким, твердым. Мы это должны рассмотреть. Поэтому многие ученые объясняют, что причиной тому, что у человека сердце становится жестким, это первое, когда человек увеличивает грех. То есть он много и постоянно стабильно совершает грехи. То есть когда человек смело, не боясь ничего, совершает грехи, греховные поступки, естественно, его сердце становится черствым, твердым и его сердце каменеет. Поэтому мы должны понимать, что то, что когда человек совершает грех, оно имеет, к сожалению, очень такие печальные последствия. И первое последствие тому, что сердце человека каменеет. Второе. Человек неправильно выполняет обязательные ему молитвы. То есть, может быть, человек вообще не читает намаз, может быть, вообще не соблюдает пост, а тем временем Аллах приказал каждому человеку пять обязательств. Это вера во Всевышнего Аллаха, соблюдение пятикратного намаза, один раз в году соблюдать пост, один раз в году выплачивать закат, если он имеет имущество, и один раз в жизни совершит хач. То есть, если человек вот эти обязательные, установленные Всевышним Аллахом поклонения, богослужения не выполняет, его сердце тоже начинает становиться каменным. И самое последнее, третье. Если человек, не стыдясь, делает запретные именно грехи, то есть харам. То, что Аллах запретил, этот человек, если не то, что не боясь, он даже не стыдясь, он будет это делать, естественно, у него сердце будет каменным, черствым, твердым. Поэтому мы должны сами на себя время от времени смотреть с критикой и смотреть, не совершаем ли мы вот эти деяния, которые способствуют окаменению наших сердец. И вот в суре Маида, трапеза, есть следующий аят, тем, которые нарушили договор, мы их прокляли, и мы сделали их сердца каменными. Что это означает? То есть, изначально люди, души людей договорились со Всевышним Аллахом, что они будут поклоняться Всевышним Аллаху, Аллах, иншаллах, их наградит раем. И вот этот договор, именно в Коране, вот сура Маида, 13 аят, Аллах напоминает, что эти люди нарушили свой договор. Исходя из этого, из-за того, что они нарушили этот договор, Аллах их проклял, и Аллах окаменил их сердца. Поэтому, уважаемый джамагат, Хасан Басри, рахматуллахи алихи, пояснил, что именно шесть деяний могут способствовать тому, что сердце человека будет твердым, каменным. Первое, вот если будем рассматривать, если человек будет совершать грех в надежде, что Аллах его простит. То есть, он надеется сам, что Аллах его простит, но он продолжает совершать грех. То есть, он не думает, не обдумывается, чтобы остановиться, остепениться, либо не совершать этот грех, не продолжать этот грех, а он, наоборот, продолжает этот грех. То есть это первая причина тому, что у сердца человека становится твердым, черствым, каменным. То есть, еще раз повторимся, человек совершает грех в надежде, что Аллах его простит, но не останавливается. Он продолжает совершать этот грех. Второе. Человек, не выполняя то, что он информацию получил, например, выучил некий аят, либо хадис, но он этому никакого действия не приводит, он начинает дальше учиться. То есть он информацию больше собирает, но он не притворяет в жизнь то, что он информацию получил. Поэтому это тоже становится причиной того, что сердце человека становится твердым. Поэтому мы иногда должны осуществить в жизни то, что прочитали. Мы должны это сделать фикр, тафакур. То есть мы должны размышлять над этими аятами, либо над этими хадисами и направлять себя в правильном именно направлении, имеется в виду в духовности и в поклонении богобоязненности. Третье. Когда человек неискренне выполняет все свои благие деяния. То есть он вроде бы занимается благом, благим деянием, может быть, богослужением, может быть, поклонением, но он неискренен. То есть у него искренности нету. Но мы знаем хадис из речения пророка Мухаммада, мир ему и благословение. Аллах не примет те деяния, которые человек выполнил неискренне. То есть ихлас. Если человек без ихласа, без искренности что-то делает, Аллах его не воспринимает. Поэтому мы должны смотреть на то, на каком уровне наша искренность. Следующий аспект. Если человек не будет благодарить Всевышнего Аллаха за тот удел, который он ему послал. Представьте себе, что человек питается несколько раз в день, он не испытывает голода и жажды и находится в безопасности. Всевышний Аллах посылает ему удел, но человек об этом даже не задумывается, принимая это все как само собой разумеющееся. Он не размышляет, что многие люди могут голодать и бедствовать. Будучи малоимущими, Аллах наделил его благим и достаточным уделом. Поэтому человек должен уметь благодарить Всевышнего Аллаха, тем более, что это исключительно ему на благо. Как сказано в Коране, кто благодарен, тот благодарен во благо себе. Это тоже будет причиной того, что сердце человека будет твердым. Следующее. Если человек не будет довольным тому уделу, который Аллах его наделил. То есть, если мы до этого сказали, что он должен благодарить, а тут он недоволен. То есть, человек должен быть доволен тем, что у него есть на руках. Потому что, объясняется, человек, чтобы быть довольным, он должен смотреть на ниже стоящие ступени, социальные ступени, то есть на других людей, и у него благодарность появится. И самое последнее. Если человек видит смерть, но не берет себе урок с этого, не берет себе айбра на арабском языке, то есть он не берет с этого пример, то есть поучительный пример. Потому что смерть, она рядом, она близко, она приходит внезапно. И поэтому каждый человек должен понимать, что, может быть, даже человек, который роет могилы, он может думать, что смерть его обойдет, но на самом деле-то это не так. В Коране есть аят, Аллах говорит, То есть, все мы от Аллаха и возвращаемся к Аллаху. То есть, всякая жизнь, вкус и смерть, и вы возвратитесь к нам. Человек должен понимать, что рано ли, поздно ли, человека настигнет смерть. То есть человек должен об этом размышлять, рассуждать, и он должен остепениться, он должен, иншаллах, брать с этого примеры. И поэтому мы должны понимать, что если человек будет именно на эти моменты внимания не обращать, естественно, его сердце будет каменным, черствым, твердым. А поэтому ученые объяснили, как сделать так, чтобы сердце человека стало мягким. Первое, то, что человек должен воплотить в жизнь, это тауба. Тауба, оно переводится как покаяние. То есть человек должен покаяться в своих грехах. В своих грехах, которые он совершил, зная, может быть, совершил, не зная. Может быть, прилюдно, может быть, единолично совершил. Может быть, он совершил эти грехи из-за высокомерия своего. Может быть, он совершил эти грехи из-за своего эго, из-за своего навса. Может быть, специально, намеренно, может быть, ненамеренно. В любом случае человек должен делать тауба, он должен делать покаяние, он должен покаяться за свои грехи. А именно условием покаяния является то, что человек должен говорить, что он никогда не будет совершать этого больше, он никогда не вернется к этому, и он этот грех вычеркивает из своей жизни. Тогда только тауба будет принята. А когда тауба принята, это равносильно тому, что он заново родился, без греха, чистым заново, младенцем его родила его мама. Поэтому, уважаемый Джамагат, чтобы сердце становилось мягким, надо делать тауба, то есть покаяние. Второе. Человек должен быть твердым в своих поклонениях. То есть, когда человек совершает грех, в хадисах сказано, что его сердце покрывается черным пятном. А если человек не делает тауба, если он не просит прощения, это пятно увеличивается, и оно покрывает все сердце. И когда все сердце покрыто, естественно, он грешный человек. Поэтому человек должен быть крепким, настойчивым в своих поклонениях. То есть, своевременно читать намазы, своевременно делать дуа, читать Коран, просить прощения у Всевышнего Аллаха. И поэтому человек должен обращать внимание на твердость в своих поклонениях. Третье. Это окружающая среда. У пророка Мухаммада, мир и благословения, есть прекрасное изречение «человек в религии своего друга». Есть же пословица «покажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». То есть, это хадис изречение пророка Мухаммада, саллаллаху алейкум ассалям. Поэтому, когда человек окружает, например, скажем, нечестивцы, грешники или неправильного жизненного мировоззрения, люди, естественно, они его засасывают, и он следует за своими друзьями. Поэтому надо выбирать благую, хорошую именно среду, чтобы ваши друзья, ваше окружение было благим, у них намерения были благими. Естественно, вы тоже тогда станете вместе с ним на одном ряду благим, иншаллах, человеком. И самое последнее. Читать Кур'ан, то есть быть занятым Кур'аном и постоянно поминать, делая зикр Всевышнего Аллаха. Кур'ан – это барракад. Барракад во времени, барракад в жизни, барракад в дуния. Это книга, это слова Всевышнего Аллаха. И вот, если вы будете дружить с Кур'аном, вы будете читать Кур'ан, естественно, вы будете тем, который следует именно за законами Всевышнего Аллаха. То есть Кур'ан – это защита, как каменная крепость для человека. И последнее – это зикр, это поминание Всевышнего Аллаха. Человек должен постоянно делать зикр, восхвалять Всевышнего Аллаха. Это, иншаллах, будет способствовать тому, что сердце человека станет мягким. И поэтому еще раз хочу повторить. Первое – тауба, своевременно делать покаяние, просить прощения у Всевышнего Аллаха. Второе – быть твердым в своих поклонениях. Третье – выбирать себе благую окружающую среду. Четвертое – постоянно читать Кур'ан, дружить с Кур'аном. И пятое – постоянно делать зикр, говорить только благие, хорошие слова. Уважаемый джамагат, если мы будем соблюдать именно нужные для нас правила, тогда, иншаллах, наше сердце станет мягким, дружелюбным, иншаллах, чистым. И, естественно, Аллах будет принимать все наши поклонения. Ахири дагвана. Велхамду лиллахи рубилаламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok